всем привет добро пожаловать ко мне в гости сегодня я хочу показать вам свои покупочки которые я сделала за январь-февраль этого года двадцатого года покупочек у меня было немного я решила их собрать в одно видео здесь будет и aliexpress и fix price и другие магазины ссылочки я обязательно оставлю в описании давайте с вами разглядывать что же я купила последняя из покупок это были вот такие контейнеры называются они контейнеры для бисера они сверху открываются контейнеры для бисера такие вот маленькие стоили они 19 рублей 1 штучка это я покупала в магазине логос так вот называется логот сеть магазинов там в основном продаются ткани всякие для вышивки для шитья материалы и есть немного для творчества материалов таких как скрабокинг там бисероплетение вышивание вязание и так далее вот в общем там не была распродажа товаров для скрабокинга докупажа и так далее и там были скидки так давайте сначала про контейнер в общем я их купила тупом 10 штучек это все какие были там в наличии потому что я принял что у меня есть некоторые сыпучие материалы которые я бы хотела пересыпать там всякие пайетки которые у меня в мешочках мне не нравится хранение в мешочках потому что это неудобно поэтому я решила купить вот такие вот баночки точнее их увидела на кассе и поняла что я хочу себе такие баночки и я их купила все такие были вот я сейчас приберу баночки были без скидки они стоили по 19 рублей а вот товары для докупажа и скрабокинга были со скидками так как вот этот листочек мне он понравился не тем что он для докупажа потому что докупажем я не занимаюсь я не ни разу не пробовала заниматься но мне очень понравились принты было всего два листочка остальные мне не понравились мне понравилось то что тут такой растительный принт но я так понимаю это яблонька с цветочками такая красивая мне очень понравилось я решил что я и куда-нибудь в джангу как там использую потому что мне очень понравился принт вот и бумажка такая знаете такой средней плотности похоже чем-то на кальку но только белую такая знаете такое необычное по по ощущениям но я пока везла к сожалению немного помяла ну я думаю это не страшно стоили не раньше 49 по 14 рублей я думала почему бы не взять такая красота за такие деньги вот и что еще я взяла этого такие штучки это стоило 39 это 33 рубля так как мы скоро собираемся в отпуск и у меня давно уже лежит заготовки под морской альбом я купила таких это называется камея по моему да где такие штучки я их обязательно потом перекрашу потому что мне цвет хотя возможно и так оставлю пока не знаем что нибудь я с ними сделаю некий очень приятный на ощупь я первый раз такие штуки покупаю мне не очень нравится но так что обязательно и буду использовать своих морских альбомов и вот такие штучки это у нас наши любимые катушечки для ниточек только половинки и их самое вообще удобно их использовать это на обложках альбомов допустим когда они ты не целую там матушку катушку то есть не приматываешь потому что это неудобно то что она объемная а вот когда половинка это вообще супер-пупер мне кажется есть тем более там 40 рублей вот такой у меня был улов в магазине логос вообще я туда сходила чтобы купить ниточки мулине но я поняла что там сильно дорого потому что ниточки мулине там стоит французские которые я хотела dmc стоит 90 рублей одну один там одна штучка ниточек ну вот один моточек ниток мулине а в соседнем магазине который называется хендмэд но я думаю тоже во многих городах есть наконец-то у нас тоже появился там точно такие же нитки продается по 60 рублей а в интернете можно найти и там подешевле я нашла за 30 по моему или за 49 рублей я по моему нашла где можно там не обязательно оптом это все покупать вот так что над этим я еще думаю в ближайшее время появятся у меня ниточки мулины хочу повышевать потому что очень вдохновляюсь работами девочек вот так что будем дальше разглядывать у себя в кемера я открыла для себя я тут во влогах показывала немного про эти материалы буду так быстренько вкратце покажу недавно усилов кемерово я открыла для себя магазин который не знал что он есть и нас тоже также магазин для рукоделия там продается и для вышивания или скрабукинга из для шитья там не так много в основном для вязания вышивания вот такие вот вот и там также была распродажа на товары для скрабукинга я заметила что у нас так они в городе все магазины стали распродавать товары не скраббукинга, потому что их никто не покупает именно в городе, я имею ввиду. Так что, ну да, в основном все покупают в интернете. Это и проще, и дешевле, и выбора намного больше. И я нашла там по распродаже товары. Там, кстати, инструменты тоже со скидкой есть. Там была штемпельная подушечка дистрессовская от Тимхольца. Я их купила три. Одну я уже отправила в подарок. Одну я вот себе открыла. Я уже с вами ее во влоге штамповала. Она прекрасно штампуется, хорошо пропитана. Единственный минус такой этой подушечки, ну это, видимо, все дистрессы, потому что у меня таких не было. Ну, кстати, у маленьких такая же проблема. У них крышка вот эта плохо держится. Вот, ну да ладно. В общем, еще у меня одна осталась, запечатанная. Кому-нибудь я их когда-нибудь отправлю в подарок. Вот, и вот такой вот спрей. Мятный, керламутровый. Я сейчас его взбалтаю хорошенько. У него тут снизу, ну, точнее, не снизу, а внизу оседают вот эти вот частички, которые должны распыляться. Их надо хорошенько взбалтывать. Там есть шарик для этого. Он прекрасно с этим справляется. В общем, во влоге я вам показывала, что на белой бумаге она плохо ложится. Ну, точнее, не так красиво, как на крафте. Сейчас мы с вами пшикнем на крафте, пока будет высыхать. Мы с вами другое что-нибудь посмотрим. Вот так вот выглядит. В общем, такой шиммер зелено-мятный. В общем, пусть пока подсыхает, я уберу. В общем, куда-нибудь попшикать очень даже прикольно. И, я говорю, стоимость у этих товаров была меньше 150 рублей. Одну подушечку я купила за 100 рублей, две другие я купила за 125, потому что там были разные продавцы. И у них почему-то была разная скидка на товары. Вот. И вот этот тоже спрейчик по-моему, рублей 130 или что-то вроде того. В общем, классный спрейчик. За такие деньги, мне кажется, прекрасный вариант. С Алиэкспресса мне приходили ножи. Но приходило у меня не так их много, чтобы для них отдельное видео снимать. Поэтому я их включу в общее видео про покупку. Вот такой ножик. Я его заказывала. Он стоил там, по-моему, около 30 даже рублей. В общем, тут такие штучки, чтобы собирать типа пазл. Но пазл не соберется, потому что там рамочка есть. Вот. Все хорошо вырубается. Все вот эти детальки вытаскиваются. Их можно вырубить из разной бумаги, скраб или разного цвета или скраб-бумаги. Сердечко тоже вырубается. Везде есть прострочка. Вот. В общем, все вот эти детальки вынимаются и их можно не местами поменять, а из разной бумаги в общем вырубить и собрать разных цветов. Так хорошо у меня было собрано, все выпало. ну или какую-нибудь другую композицию придумать. Вот такой нож у меня еще пришел. Это рыбки. Я думала, если честно, они будут поменьше. Это все к тому же, что я планировала сделать морской альбомчик. Ну и его планирую сделать, обязательно сделаю. В общем, я заказывала рыбок, ракушки и что-то еще. И по-моему, вот это что-то еще мне не дошло как раз. Вот. В общем, рыбки вот такие получились. Они такие достаточно крупные, особенно вот это. Ну, в принципе, куда-нибудь для декора мне кажется, прекрасно подойдет. Теперь можно сделать их, знаете, вырубить и отверстия от них оставить или там цвет другой вставить. Тоже прикольно будет. Вот. Так что ссылочки я оставлю, кому нужно, обязательно заходите и смотрите ножи. И, кстати, они не очень долго шли, насколько я помню. Потом в фикс прайсе я вчера или позавчера зашла, купила вот такие штучки. Не знаю, где они открываются. Вот. В общем, в прошлом году или даже в позапрошлом году я смотрела у многих девочек, что они покупали в фикс прайсе вот эти вот веточки и вставляли их там в альбомчики, в блокнотики там для декора, в общем, использовали. Вот. Так что в этом году я когда увидела в фикс прайсе эти палочки, вдруг поняла, что, ну, в том году или в позапрошлом я их не смогла найти, потому что в основном везде были вот такие разноцветные, мне они вообще не нравились. поэтому я купила, вот увидела и купила вот эти беленькие. Они такие, знаете, прям такие жиленькие, но они, видимо, там проволока внутри, они, можно их там как-нибудь, наверное, согнуть. А нет, проволока только внизу. В общем, тут они обмотаны вот этой тейп-лентой, да, по-моему, так она называется. И тут такие типа пенопластовых каких-то шариках, нет, они тверденькие. В общем, можно куда-нибудь их использовать. Тут сколько? Пять веточек для декора обложек, мне кажется, вообще супер вариант там их за... обыграть их как-то и будет, мне кажется, вообще прекрасные такие веточки вербы. Следующее, что я заказывала, это мне очень, кстати, даже быстро пришли такие баночки с Алиэкспресса я их заказывала. Я долго искала, долго выбирала по цене, по объемам, потому что объем вроде как бы понятно, сколько он по объему, да, а какой он будет по размеру непонятно. В общем, вот эти вот баночки, по-моему, у меня 100 миллилитров, если я не ошибаюсь, если нет, я ссылку обязательно оставлю, пройдите, потом посмотрите, там разный объем ее есть. Я нашла оптимальную для себя цену и объем. Тут у меня две упаковки по 5 штук, то есть я заказала в общей сложности 10 штук. Вот, они все разобраны, были все упакованы в такие пакетики, тут у нас есть такой дозатор с отверстием, сама баночка и такая металлическая крышечка. Я их заказывала для своих сухих пигментов, надеюсь, в ближайшее время я закончу свой эксперимент, попробую, доведу его уже до конца, чтобы у меня получились реально классные пигменты, которые будут растекаться, там расплываться очень красиво, и я их буду использовать в своих там джангбуках, можно так сказать. Вот, и самое последнее, что я оставила для вас, оно мне тоже уже там пару недель пришло, так, нет, про это я вам чуть позже расскажу, еще у меня есть две покупки, про которые я хотела вам рассказать, это ножницы из Икеи, я их недавно тут заказала, заказывала маме подарок стулья и решила себе заказать вот эти ножницы, про которые я уже давно слышу у девчонок, что у них покупают, они им очень нравятся и так далее, мне стоили эти ножницы 300 рублей и меня они разочаровали, в общем, ну, это подобие Тима Хольца, не знаю, хотели ли Икея эту идею взять или просто у них своя идея возникла там, в общем, чисто визуально они вроде как бы похожи, у них одинаково мягкие ручки, хотя у Тима Хольца наверное, хотя нет, ну, по мягкости одинаковые, в руке они лежат тоже оба хорошо, у них покрытие черное, но оно по факту разное, сравнить эти ножницы я и буду сравнивать в другом видео отдельном, я хочу все свои ножницы собрать, сравнить, какие мне, ну, показать, какие мне нравятся, какие не нравятся, чем, в общем, одни друг от друга отличаются, какие лучше и какие хуже, в общем, вот эти ножницы меня разочаровали, мне не понравились и тем, кто хочет их заказать, я не рекомендую, если вы хотите хорошие ножницы, заказывайте Тима Хольца ножницы, потому что вот эти, ну, плохие ножницы на самом деле, ну, либо не для скрабукинга, не для того, чего мы используем. И еще одна покупка, это ручка, я не знаю, помните вы или нет, я, мне кажется, во многих влогах говорила, там, или не говорила, не помню, у меня была, в общем, вот такая ручка от пилот, это та ручка, которая пишет и потом, ну, видите, она не закончилась, поэтому я купила новую. И вот здесь у меня сзади резинка, можно, в общем, стереть то, что там нужно, ну, ненужное записали или там ошибкой какой-то убрать. Вот, я два или три раза покупала эту ручку, ее хватает очень надолго, она очень классная, вообще супер ручка, мне она всегда нравилась, я не думала, что у нее есть какие-то аналоги. Но, в чем минус этой ручки, в том, что она стоит 300 рублей, то есть достаточно, ну, недешевый такой вариант, поэтому, когда я пришла в магазин, я спросила, есть ли какие-то другие ручки, кроме пилотов. Вот, мне посоветовали вот такую от Эрих Краус, тоже она 0,5, так же, как и здесь, это размер, пишущие части. Вот, тоже она черненькая, пишет она примерно так же, и у нее сзади тоже есть такая вот, такой наконечничек резиновый, она, в общем, стирает, так, у меня целевон, трясется, она стирает от тепла, то есть вы, ну, от трения ручки, она стирает грифель, или какого-то, ну, в общем, то, что вы написали. И стоимость этой ручки стоит 50 рублей, то есть можно за стоимость вот этой ручки купить и 6 вот таких, да, правильно, что получается? Да, 6 штук. Так что, я не знаю, насколько хватит этой ручки, потому что я ее только вот недавно пользовалась, ну, только начала пользоваться, обязательно вам буду рассказывать, когда она закончится. Ну, и в любом случае, даже если будет хватать не настолько долго, как той ручки, да, тут можно купить 6 ручек за эту стоимость. Ну, мне кажется, это супер вариант. Да, так, конечно, презентабельнее выглядит, это такая, знаете, с блесточками, ну, знаете, мне кажется, вообще супер вариант, если у вас нет возможности покупать ручку за 300 рублей. Вот. Все. Теперь вишенкой на торте. Так, давайте я вам покажу свою крафтовую бумажку. Конечно, ее так ведет слегка, но можно ее потом погладить. Я думаю, видно будет такие перламутровые пятнышки. Такой прям шиммер. Очень красивый, мне нравится. Потом досохнет. Еще раз покажу. Вот. В общем, я заказала скраб бумагу и заказала я ее на сайте Wildberries. Для меня этот магазин всегда был магазином типа Ламоды, где продается только одежда и только обувь, сумки и все. Но на самом деле, когда я как-то лазила по этому сайту, я нашла там и скраб бумагу, и краски, и ткань даже нашла, которую мы с мамой заказывали. мама у меня шьет комбинезон из нее. Вот. В общем, там очень много всего продается. Там даже продукты продаются. В общем, там очень-очень много всего. Обязательно заходите, смотрите. Там реально классно можно какие-то штуки найти. И чем мне нравится, тем, что так как я в деревне живу, я приезжаю в такой район у нас в городе, как лесная поляна. То есть он как бы чуть-чуть за городом, но рядом с городом. Ну, там как небольшой район города, можно так сказать. И там есть отделение, где выдают заказы в Айлберс. Вот. То есть мне удобно. Я дома заказала, оплатила, или можно при получении оплатить, приехала, забрала. В то время, которое там мне было удобно. Там книги, кстати, тоже продаются. Вот. В общем, для меня этот вариант очень удобен, потому что там бесплатная доставка. То есть я заказала, оплатила, мне там через несколько дней пришла эта посылка. Я приехала, когда мне удобно, забрала ее. Да, там не такой огромный, конечно, выбор скраб всяких штук, но, по-моему, даже там от рукоделия всякие доски и дыроколы продаются. Так что обязательно зайдите, посмотрите. Мне кажется, очень интересно. Вот. И я тут какой-то новый производитель для меня был. называется Ну, кстати, я сейчас так смотрю, какой-то, походу, какой-то китайский. Называется Белоснежка. Набор скраб бумаги, Небесный ангел. Так, сейчас здесь не написано, интересно, где производят. Произведена новая игра Город Зеленогорд. То есть это Кемерово. Ой, фулл Кемерово. Россия. Производят ее в России. Вот. Ну, по крайней мере, тут так написано. Вот. Мне понравились тут цветовые гаммы вот этих двух наборов. И я их решила заказать, посмотреть. По стоимости они стоили, по-моему, около 350, что ли, рублей. Но я ссылочку оставлю, посмотрите. Ну, как бы утверждать не могу. По-моему, около 300-400 рублей. Вот так она выглядит. Бумага 12х12 дюймов, 30х30 см, 24 принта и лист, по-моему, там с вырезалками или с наклейками. Вот. Здесь у нас идет склейка наверху и тут у нас начинаются листы. Первый лист у нас идет с прорубленными буквами. Сейчас мы посмотрим. Нет, это не наклейки, это просто вырубленные буковки. И у них есть на некоторых буквах золотое фольгирование. Фольгирование, в принципе, нормальное. Ну, как бы не скажу, что оно какое-то там плохое, нормальное фольгирование. И вот эти все буковки прорубленные, тут там чуть-чуть надо подрезать и все, в общем, можно будет брать и пользоваться. Тут есть некоторые названия, какие-то вот кружочки и в основном все это буквы. Тут цветочки есть кое-где. Дальше у нас идет лист тоже с вырубленными элементами. Тут у нас идут теги, какие-то кружочки, такие вот полосочки. Тут тоже большой такой тег. Вот, в общем, тут всякие вырубные штучки. Здесь вот есть такие уголки. И здесь тоже есть фольгирование. Его здесь немного, но, в принципе, смотрится достаточно гармонично. Следующий лист у нас тоже тут вырубные элементы. Здесь у нас есть птички, рамки, чуть-чуть фольгирование. Тут вот буквально на рамочках и все. Лишнего фольгирования нет, знаете, как там на всех цветах, на всех бабочках, на всем всем. Вот такие вот вырубные цветочки, листочки, бабочки и всякие тыжики. Они тоже такие практически вырубленные, но чуть-чуть недоделанные. Вот, все. Три листа у нас декора, остальное у нас идет бумага. Бумага в таком каком-то, не скажу, что прям совсем винтажном стиле, но в таком старинном, что ли, можно так сказать. Вот, мне она понравилась именно своими принтами, что они такие несовременные. Вот, бумага средней какой-то плотности, она односторонняя, я не знаю, грамма, наверное, сто, там, восемь лист, возможно. В общем, не скажу, что она там сильно плотная. Но, в принципе, для блокнотов или для джангбуков, да, мне кажется, это прекрасный вариант. Вот, тут каждого дизайна, по-моему, по два, да, по два листа. Здесь у нас такие розовый горох, внизу такая композиция из цветочков и там кусочков еще другой бумаги. И вот у нас тут два листа. Потом следующий у нас принт вот такой. Я говорю, он мне понравилось тем, что вот такие вот, знаете, какие-то устаревшие уже какие-то принты, но они такие, мне кажется, прикольные. Здесь у нас тоже два листа. И при желании можно здесь там что-то повырезать, что-то там обрезать, где-то там закрыть декором и останется такая, допустим, красивая зеленая полоска. Вот здесь тоже красивая. Конечно, я бы предпочла, чтобы были одного цвета, допустим, полностью там зеленый лист или там зеленый с картой. допустим, без вот этого было бы, конечно, много красивее, но как уже придумали, как сделали. В любом случае это можно все закрыть, перекрыть там или вырезать. вот такой лист простой, универсальный подойдет для всего. Также два листа у нас. Потом такой вот горошек тоже классный и такой какой-то состаренный, ретро, не ретро, не знаю, мне очень нравится. Пишите, как вам такая бумага. Я говорю, в принципе, за такую стоимость там 350 или 400 рублей это очень даже приличное качество количества бумаги. Знаете, она такая сама по себе не белая. Вот у нас есть белый лист, она такая молочного цвета айвори. Такая как раз для состаренных каких-то блокнотов супер вообще бумага. Здесь такие какие-то старинные обои. и тут опять с дизайнами. Вот такую тоже листику. Здесь мне очень нравятся такие желтые какие-то рисунки. Прям как будто они реально пролежали давно уже. Вот такой листочек. Он и к ботанике, и к ретро, и к винтажу подойдет ко всему. Тоже универсальный листочек. Мне очень нравится. Тут тоже такие гобелины. Так и все. Вот такой вот наборчик бумаги. Это у нас какой-то ангел по-моему небесный называется. Их по-русски особо ничего не написано. только было написано на упаковке. И вот точно такой же наборчик, только с другими принтами. Это у нас называется яркие цветы. Поставщик Москва. Произведено новая игра Москва Зеленоград. Здесь у нас также набор начинается с буквок. Также они фольгированы с цветочками. Какие-то тут тоже надписи есть. Дальше у нас лист с элементами для вырубки. И здесь у нас идет фольгирование. Здесь оно кстати золотое. А здесь такое не фольгирование а голографическая штука на цветах. Честно я скажу что он мне не нравится. Доказать как треугольничками такими. Я не люблю такую штуку когда приклеена. посмотрим где нибудь там может быть пригодится. Здесь такие бордюрчики и цветочки. На этом листе у нас тоже налеплено не скажу что это фольгирование это прозрачная паста с глиттером. Здесь тоже на цветах и здесь на цветах нигде тоже никогда не нравилось. В общем ладно куда-нибудь применим. Будем использовать то что без вот этой штуки глазури. И дальше у нас идут листы. Также у нас здесь по два листа каждого дизайна. Такие вот цветы ретро красивые. очень нравится. Такой универсальный фон. Просто такой желто-рыжая бежевый какой-то потертый такой тоже универсальный. Вот этот лист мне очень нравится и мне тут нравится и гортенни и вот эти красные полоски и такое подшарпанное такое классное. Листы все односторонние. Такой зеленый тоже универсальный лист с текстом такие бордюрчики. Он такой знаете набор бумаги достаточно ярких таких цветов тут красный рыжий зеленый какой-то голубой но он сам по себе такой достаточно приглушенный и смотрится не так ну не раздражающе. Здесь тоже такая простая композиция цветочки мне кажется прекрасно к любому варианту подойдет и для страничек и для каких-то разделителей мне очень понравился этот набор здесь тоже вообще самое универсальное вот этот лист очень красивый классно тоже зелененькие кружочки можно знаете кстати эти кружочки на какой-нибудь там допустим на машинке для вырубки вырезать и туда потом что-нибудь подложить будет тоже классно такой желтый солнечный дальше вот такой тоже ботанический прикольный листочек и тут цветочки и какие-то кружочки и полоска и текст тоже два листа у нас и вот такой вот тоже принт похожий на обои старые какие-то так ну и все у нас получается да все бумага закончилась вот такая вот у меня появилась бумажка я обязательно по возможности еще закажу потому что мне понравилось тем что она не такая плотная ее будет ну вот именно для того для чего я буду ее использовать да это джанкбуки и там у нас между обычными листами встречаются там вот такие скраповые листы на которых можно и пописать и там что-то приклеить и там какую-то композицию собрать мне кажется это вообще прекрасный вариант что они не такие плотные тоже время прикольные ссылочку я оставлю обязательно это возможно видимо дизайн придуманы в китае то что произведено написано что в России по крайней мере не знаю кто-нибудь знает такого производителя написано вообще белоснежка вот там еще есть разные дизайны этого производителя я обязательно закажу в ближайшее время и вам обязательно покажу расскажу и там кстати есть на вайлберисе другие производители и бобани есть и наши высечки там продаются я себе там накидала в корзину и в ближайшее время тоже все это закажу вот такие в общем у меня были покупочки надеюсь вам было интересно и полезно ссылочки я все оставлю всем большое спасибо за просмотр и пока пока